Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Транша не будет, зато получим минималку по 3200. Почему МВФ не спешит давать деньги Украине? Руки загребущие. Во львовской мэрии годами брали взятки. Почему мэр узнает об этом от журналистов? Еще немного, еще чуть-чуть. Получит ли Киев зеленый свет от Брюсселя? Осенний марафон. Как Хиллари Клинтон приходит в себя после проигрыша? Очередной транш МВФ в этом году под вопросом. Возможно, Украина не получит деньги от Международного валютного фонда и помощь Евросоюза. Об этом заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Все из-за промедлений парламента с пенсионной и земельной реформами, а также из-за политической нестабильности. Без реформ, заявила Гонтарева, НБУ не может гарантировать финансовую стабильность страны. Украина, напомню, к концу года рассчитывает получить более миллиарда долларов от МВФ и 600 миллионов евро от Еврокомиссии. Кстати, наши соседи-поляки с реформами не затягивают. Буквально вчера Сейм проголосовал за снижение пенсионного возраста. Закон этот вступит в силу с 1 октября 2017 года. И мужчины там будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Напомню, ранее поляки шли на заслуженный отдых в 67 лет. В то же время в Минфине заявляют, что Международный валютный фонд не против повышения минимальной заработной платы со следующего года до 3200 гривен. И по словам замминистра Сергея Марченко, Кабмин уже заложил эту сумму в проект госбюджета. По словам чиновника, цитирую, у МВФ были вопросы по этому поводу, но у Министерства финансов имелись все расчеты, мы объяснили, почему это возможно, поэтому на данном этапе я не вижу никаких проблем. Конец цитаты. Будут ли заветные цифры заложены в проект государственной сметы, хотят увидеть и представители профсоюзов. Поэтому они отложили массовые акции в Киеве, точнее перенесли то, что называется подбюджетные вопросы. И вот что заявил лидер профсоюзов Сергей Каплин. Мы не видим необходимости стоять на площади, везти сюда сотни тысяч людей, тогда, когда Верховная Рада Украины, по сути, пуста, как фактически, там ледве третина народных депутатов. И пуста с точки зрения порядка дня. Но мы не складываем оружие, мы мобилизуем еще большую количество профсоюзов на акции протеста с 6 по 9 грудня. Мы мобилизуем людей из всей страны. И это не будет однодневной акцией. Но в Полтаве митинг все-таки состоялся. У стен обл. администрации собрались сотни горожан с влагами и плакатами. Люди пришли требовать снижения цен на коммунальные услуги. Возле входа в здание установили палатки. Участники акции говорят, что высокие тарифы им не по карману и хотят, чтобы политики осознали, что для депутата это копеечные расходы, для простого человека неподъемный круз. Ну а в депутатских рядах разброд и шатание. Организованность демонстрируют только в требованиях политических. Сегодня Демарш устроила сама помощь, выдвинув при этом целый ряд условий. Что же так возмутило депутатов, если они даже на кнопки отказываются нажимать, и как умудрились обойтись без рук самопомощи, знает Екатерина Лысенко. Утро в парламенте начинается с Демарша. Самопомощь захотела перерыв, но после свои требования согласилась озвучить с трибуны. Во фракции недовольны, что вчера регламентный комитет не решился выносить вопрос о снятии неприкосновенности с нардепа Новинского в зал, а взял недельную паузу в ожидании дополнительных доводов прокуратуры. Самопомощь и вдобавок возмутились и работой генпрокурора. Самопомощь не будет брать участь в голосованиях парламенту до того часа, пока не будет поставлено на голосование притягнение до криминальной ответственности Вадима Новинского. Если в этом зале есть сомнения в работе генеральной прокуратуры, в качестве их расследования, то есть подписи за отставку генерального прокурора Юрия Луценко. Со своими требованиями нардепы тут же покинули зал. Демарш, сказали в коалиции, отвлечение внимания подытожили в оппозиции. Уголовное дело против Вадима Новинского – это типичное преследование оппозиции, с одной стороны. С другой стороны, это явная попытка отвлечь внимание общества от того шквала негодования, который возник среди граждан Украины после публикования электронных деклараций. Когда стало ясно, что пламенные революционеры, в том числе те, которые сейчас вышли из зала, за три года после Майдана стали зажиточными людьми. Враховывая, что сегодня мы разглядаем великую колькість важливых питань, покинуть зал – это наилегшее, что можно было сделать. И я никогда не буду витати небажання депутатов преследования. А в зале, как никогда, насыщенная повестка дня. И законы о предотвращении домашнего насилия, и о создании дорожного фонда – одна беда нардепов нет. Мне очень соромно, что сегодня, в четверг, в зале нет 226 голосов. Шановные коллеги, которые сейчас общаются с ЗМИ, которые сейчас находятся в едах, верните, пожалуйста, к сессионной зале. На первый документ повестки дня и голоса искали уговаривать, пришел вице-премьер. Презентовали, как могли. Критиковали тоже, как могли. Питание проведения энергоаудита, сертификации людей, которые могут не только проанализировать состояние, а и дать рекомендации, каким образом вплинуть на будущее споживание, именно этот закон даёт возможность двигаться вперед. Вчера все получили платежки. Да, все в шоции. Давайте скажем честно и отверто. Краина в шоции. И только в листопаде мы рассматриваем законопроект, как сделать наши строители энергоощадными. Рассматривается закон про так называемую энергоэффективность, где каждый гражданин Украины за свои деньги, а это приблизительно 200-300 долларов, должен сделать энергоаудит своего житла. Ну как в Хрущевках бабушки будут делать энергоаудит этого житла? Законопроект не поддержали, а вот чтобы принять следующие документы, смежные, которые касаются противодействия насилию в семье, нардепу Яценко кнопки нажимать пришлось за пятерых, а авторам документа на ходу выписывать в смущающие зал слова. С этого закону будет выкинуто понятие гендер как таке. Сейчас под стенограмму. И понятие сексуальной ориентации под стенограмму. Что мы створим рабочую группу. И в другом читании. Цей законопроект будет уже без этих понятий. Голосов нет, но нужно симулировать работу, имитировать работу, и нужно обговорить, нужно что-то продолжить, чтобы люди не сказали, что парламент вообще не работает. Но по факту, на жаль, парламент так вот работает уже последние несколько недель, если не месяцев. Правда, после долгих уговоров в зале насобирали голоса для создания Дорожного фонда Украины. Наполняться он будет за счет нескольких видов акцизных сборов и пошлин. И эти средства пойдут на ремонт дорог. Сама помощь за документ так и не голосовала. Нардепы весь день простояли в кулуарах. А к их требованиям добавилось еще одно. Лишить рекламентный комитет функции рассматривать вопрос о снятии депутатской неприкосновенности. Правда, в самом комитете эту идею, мягко говоря, не поддержали. Народный депутат Вадим Новинский сегодня у нас в студии. Добрый вечер. Вы сегодня гость программы буквально в парламенте. Такая яркая реакция ваших коллег на решение комитета. И вы вчера на этом заседании были. Расскажите, что там произошло? На комитете по регламенту рассматривалось представление генеральной прокуратуры на снятие с меня депутатской неприкосновенности. То, что вчера произошло, я к этому отношусь совершенно спокойно. Как я говорил и говорю. Я приму любое решение, как комитета, так и любое решение Верховной Рады. Вчерашнее заседание показало, что депутаты, члены комитета, знают закон и более профессионально, чем генеральная прокуратура. Что вы имеете в виду? Генеральная прокуратура вчера показала свой полный непрофессионализм. Ведь любое представление должно отвечать трём критериям. Обоснованность, мотивированность и законность. А это представление, как показало вчерашнее заседание, политически мотивировано, юридические точки зрения безграмотно абсолютно, то есть юридически ничтожно, и не имея в себе никаких доказательств моей вины. Это набор допущений, набор предположений и всё. И депутаты в этом очень хорошо разобрались. И показали генеральной прокуратуре, что им не хватает доказательств моей вины. Они обратились к генеральной прокуратуре, чтобы дали дополнительные материалы, чтобы правильно принять решение. А какими материалами они располагали? Ну вот надо спросить генеральную прокуратуру. Они взяли только два лжесвидетельства, два лжесвидетеля, которые что-то говорят против меня. Всё остальное основано на допущениях следователя, на допущениях генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура сфабрикировала это дело от начала до конца. И продолжает дальше эти действия. Как пример, основной лжесвидетель, Дробинка Александр Николаевич, написала заявление, насколько мне известно, в генеральную прокуратуру, о том, что ему нужно уехать на полгода из страны. И поэтому для него специально проводилось сегодня утром заседание Пещерского суда, где он якобы должен был в суде уже засвидетельствовать свои показания. И таким образом, когда будет суд уже, на который буду приходить я, будут приходить мои адвокаты, этого человека, основного свидетеля, или лжесвидетеля, его просто не будет на суде. Понимаете? В прокуратуре знают, что во время очной ставки он практически во всех вопросах плавал. И вы считаете, что это тоже повлияло на решение комитета? Конечно. Это еще раз свидетельство о том, что генеральная прокуратура манипулирует и фабрикует дело. А почему тогда, вы считаете, вокруг именно вас сложилась такая ситуация? Ну, это спросить надо у генеральной прокуратуры. Я представитель оппозиционного блока. Власть борется с оппозицией с самыми грязными методами. У нас в стране идет просто давление, политическое давление на оппозицию, репрессия открыта против оппозиции. И второй момент, какой мотив преследования меня или оппозиции вообще. Вчерашнее заседание показало, генеральный прокурор, генеральный прокурор, заметьте, который должен следить за соблюдением законности в стране. Мне говорит, ты будешь сидеть в тюрьме, а я тебе буду носить туда книги. И ЗУС генерального прокурора звучит, знаете, как угроза прямая. Это нарушение закона со стороны уже генерального прокурора. Это вчера вы в прокурорном комитете сказали? Это вторая часть этого мурализонского балета, политическое преследование, и вторая часть просто месть, банальная месть. Хорошо, в таком случае, как будут развиваться события? Я из страны никуда не уеду. Ну, конечно, у меня будут какие-то перемещения, может быть, за рубеж, но я обо всем буду предупреждать генеральную прокуратуру и просить разрешение у следователей, чтобы они мне разрешили эти перелеты. Я имею в виду заседание комитета в следующую среду, в том числе. Ну, мне сложно предположить. Генеральная прокуратура, наверное, предоставит недостающие доказательства моей вины. И депутаты примут решение в соответствии с законом, в соответствии с своей совестью. А я буду защищаться и предоставлять еще одни доказательства. Моя невиновность, и это вопрос. Вот и все. Хорошо, доживем до среды. Доживем. Вадим Новинский был в студии подробностей сегодня. А во Львове у самопомощи проблемы. Может, этим, собственно, и объясняется сегодняшний Демарш в парламенте. Чиновника Львовской мэрии, возможного виновника обвала на Грибовицкой свалке, поймали на получении крупной взятки. Он даже заслужил комплимент от генерального прокурора за прогрессивный подход к откатам. За что просил деньги, какие тарифы установил на свои услуги, и как действовал при этом мэр города, под боком у которого годами берут взятки. Узнаем от Галины Якушко. Во Львовской мэрии в отчине садового перепало. Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Юрий Голец снова отличился. Этого чиновника обвиняют в служебной халатности. Из-за него погибли люди на Грибовицком полигоне. Напомню, 30 мая под обвал мусора на полигоне попали 4 человека. Тела одного из них до сих пор не найдено. Но суд не отправил Голеца в СИЗО, а оставил на свободе под личное обязательство. И вот сегодня выяснилось, что он времени даром не терял. Чиновника задержали при получении взятки на сумму 800 тысяч гривен. Деньги он требовал за содействие в подписании договоров о ремонте домов и тротуаров. И это не первый случай, выяснили в военной прокуратуре. Чиновник давно работал не на зарплату, а сформировал целую схему по откатам. За каждый подписанный документ получал 7% от суммы работ. Но вот в вопросе с мусором проявлял гибкость. Договоры по вывозу мусора шли со скидкой. Пропонувал нашему субъекту предпринимательской деятельности также за соответствующую грошевую награду посприяти ему в укладенні договорів щодо вывозення смяття з міста Львова. По відсоткам скажу, це близько 5% от суммы укладенного договору. Взятку осторожний чиновник львовской мэрии брал частями. Сегодня пришел в магазин по продаже алкоголя, где ему должно были передать 80 тысяч гривен. Купил обычный полиэтиленовий пакет. В него попросил положить деньги, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на купюрах. Затем спрятал пакет в карман. Но на выходе из магазина его задержали правоохранители. Они вели слежку за Голицем почти 10 месяцев. Было выбрано цікаве місце, тому що місце він призначив фактично напроти областного управління Служби безпеки. Можливо, виходить з того, щоб за ним далеко не ходити. Во Львовском городском совете сегодня обыскали сразу три помещения. Кабинет юриста, первого заместителя мэра Львова і рабочее місце самого виновника скандала, Юрия Голица. І ось що з'явили. Великі системний блок і комп'ютерну техніку. Взагали, повністю всі документи, які знаходяться в кабинеті. Ну вот мэр Львова Андрей Садовы якобы не знал, що його подчинений годами брав взятки за кожний договор по городскому благоустройству. Утверджає, що понятий не має о том, що происходило в нескольких метрах от його кабинета. Після аварії в Грибовичах і даже після того, як Голицу вручили подозрення о служебной халатності, мэр не увольнял свого подчиненого. Напротив, даже сейчас, після того, як того поймали на взятки, сомневається в виновності чиновника. І вот, тільки під вечір, після требування прокуратури Садовы підписав приказ відстрінити Голиц від займаючої должності. Агент-прокурор України Юрий Луценко назвав чиновників Львівського місцеві прогресивними. На своїй страничці в Фейсбуці он написав, це ж треба. Голиц любезно робив скидки на відкати, учитывая кризис в країні. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробності, телеканал «Интерльвов». Зелений світ українському безвизу. Послы ЕС сегодня дали добро на начало переговорів по отмені виз для України в Совете ЕС і Європарламенті. В Брюсселі признають, що Україна выполнила все требования, і тепер очередь за ЕС. Безвизовий режим для українців вступить в силу вместе з новим механізмом його приостановки, который сейчас активно разрабатывают. Другими словами, Євросоюз хоче оставити за собою право отменять безвиз в случае нарушений с української сторони, например, таких, как нелегальная миграция. Окончательные решения должны утвердити на пленарном заседании Европарламента і в Совете ЕС. Конкретну дату рассмотрения этого нам пока не называют. Президент на своей странице в Твиттере поприветствував такое решение Совета ЕС на уровне послов, но в то же время призвал европейців завершить процесс предоставления безвиза для України без дальнейших промедлений. И вот, что думают о сегодняшнем решении украинские депутаты. Не треба нас, не хочется говорити это грубое слово, как это толерантно сказать, не разводить, вот, подскажите правильное слово, я бы оно было интеллигентным. Досить оце переводить, что это Берлін, не, Берлін каже, что это Париж, Париж каже, что это Брюссель, а публічно они все чітко заявляют, так мы же готовы, Украина, для тебя безвизовый режим. Мы говорим, мы понимаем, что вы готовы. Коли? До конца этого года. Будь ласка, технічно готуйте. Если это не достигается на тижний 24 листопада, где заплановлено саммит Украины и ЕС, давайте на начале грудня, когда будет следующая сессия Европарламенту. Сейчас вопрос по безвизу с Украиной зависит от того, что до сих пор не выработана европейская политика о призупинении безвизового режима с странами, которые не есть членами Шенгенской Угоди. Это очень сложно звучит, но, простее говоря, политики, которые проживают в Евросоюзе, напередуне выборов, которые будут следующего года, это выборы у Франции президента, и выборы парламентские в Немечине, где будет обрано новый канцлер, або остатый, они хотят иметь на руках определенную индульгенцию перед своими выборствами, объяснивая, что дающие безвизы в Украине, они несправдно не породживают новую кризу эмигрантов. Барак Обама говорит «до свидания». В рамках прощального турне американский президент накануне вечером прибыл в Германию. В программе этого визита переговоры с Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами. Прямо сейчас с нами на связи Татьяна Лагунова. Таня, здравствуй. Расскажи, с кем уже пообщался все еще действующий президент США, о чем шла речь и что еще планируют обсудить на берлинских встречах. Да, Наталья, Барак Обама прибыл в Германию накануне вечером, на этот раз, чтобы сказать «до свидания». Но несмотря на то, что визит прощальный, он не менее важен, чем любой предыдущий. В Берлине поставлены на ноги 5000 полицейских, центр перекрыт, в небе вертолеты. Но если меры безопасности во время таких визитов дело обычное, то в этот раз на ушах стоит и Берлин политически. Германия хочет услышать, что ждет Европу при президенте Дональде Трампе. Не охладеют ли отношения между Евросоюзом и США? Будет ли Вашингтон и дальше поддерживать ЕС в украинском вопросе? Или развернется в сторону Москвы? Что думает Трамп о сирийском конфликте? И каким он видит будущее НАТО? Все эти темы Барак Обама обсуждал накануне, во время ужина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сегодня же переговоры продолжились в офисе канцлера. Политики беседовали больше часа, ну а потом вышли к журналистам. Мы очень тесно сотрудничали в связи с аннексией Крыма, а также в связи с вторжением России в Украину. Работали вместе, чтобы найти дипломатическое решение. Нормандский формат и кооперация с США в этом вопросе согласованы, тесно переплетены. Мы будем продолжать интенсивно работать в том же русле с этой администрацией. А также, надеюсь, продолжим и дальше. Я высоко ценю работу Ангела и президента Оланда по разрешению конфликта в Украине. Наша позиция остается неизменной. Мы поддерживаем Украину и те основные принципы, что народы имеют право определять свою собственную судьбу. Также мы говорили о важности сохранения санкций до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения. Переговоры продолжатся завтра рано утром в расширенном формате. К Обаме и Меркель присоединятся европейские лидеры. В Берлине ждут французского президента Франсуа Оланда, премьера Виталия Испании, Матео Ренци и Мариана Рахой, а также главу правительства Великобритании Терезу Мэй. В прессу уже просочилась информация. На этом мини-саммите обсудят продление санкций против России за Украину и введение новых уже за Сирию. Студия. Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова с подробностями визита Барака Обамы в Германию. Поедет ли Трамп в Москву? Несколькими часами ранее ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что избранный президент США возможно после инаугурации встретиться с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал информацию о возможном визите Трампа непроверенной и, комментируя эту новость, добавил, цитирую, «похожа на утку». А нет, цитаты. Кадры решают все. Как Дональд Трамп собирает сейчас свою новую команду? Будут ли в ней его дети? Какие ограничения введет для тех, кто придет при нем в Белый дом? И каким признанием Америку поразила Хиллари? Дмитрий Анопченко следит за происходящим в Соединенных Штатах. Хиллари впервые после поражения вышла на публику. Вроде бы и с улыбкой, но практически без макияжа. Уставшая, словно за одну неделю, резко постарела. И призналась со сцены, поражение далось ей очень нелегко. И было желание вообще никого не видеть и просто не выходить из дому. Я признаю, что прийти сюда было для меня не самой легкой вещью. На минувшей неделе были моменты, когда все, чего мне хотелось, это свернуться калачиком и никогда не выходить из дому. Трамп в последнее время тоже мало появлялся на людях. Почти не выходил из Трамп Тауэра в Нью-Йорке, где у него и квартира, и штаб переходной команды. Но совсем по другой причине. Тут постоянные совещания. Решают, кто какие посты получит в новой администрации. Америка все это время ждала фамилий. И вот буквально незадолго до эфира в штабе Трампа сообщили журналистам, в том числе и нам, что интригу держать больше не намерены. Соединенные Штаты ждут три кадровые волны. Силовой блок. Руководители этого блока в том числе и возможного госсекретаря, и главу Пентагона, оборонного ведомства могут назвать уже сегодня. В понедельник назовут тех, кто будет отвечать за социальные вопросы. И в среду планируют назначить и огласить кандидатуры всех остальных руководителей. Фамилии пока не называют. Говорят, что это прерогатива самого президента. Мол, их должен огласить лично Трамп. Как не говорят и о том, а будут ли в новой команде Белого дома члены его семьи. Им-то он точно доверяет, как никому другому. В начале пресса написала, что новый президент якобы запросил разрешение на доступ к государственным секретам для всех своих детей. Потом его штаб это опроверг. Затем The Wall Street Journal выяснила, что пост в новой администрации готовят, но для зятя Трампа, Джареда Кушнера, мужа его дочери Иванки. Правда, пока непонятно, будет ли он штатным или неофициальным советником. Юристы ломают голову. Распространяется ли действие закона о запрете принимать родственников на госслужбу на должности в Белом доме. Чиновники администрации Обамы уже массово ищут себе новую работу. Все они верили в победу Хиллари. Никто и не думал о смене рода деятельности. И вот теперь вакансии экспертов-аналитиков в многочисленных неправительственных организациях или аналитических фондах в Вашингтоне разобраны практически полностью. Всего с приходом Трампа будет заменено порядка 5000 государственных чиновников. В том числе уйдут и те политики, которых и мы с вами знали. К примеру, покинет должность человек, курировавший Украину, вице-президент Байден. Он как раз со своим будущим коллегой Майком Пенсом встречался, начал передавать дела и только отшутился, услышав вопрос журналистов. Насколько новая администрация готова к своему первому дню работы? Никакая администрация никогда не готова к первому дню. Мы вот готовы к первому дню отставки. Но я еще никогда не встречал, кто бы был готов к первому дню работы. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала, Интер. Иммигрантов из США примем с радостью. Оказывается, Британия, которая не хочет видеть у себя даже соседей из Восточной Европы, готова приютить тех, кто бежит от Дональда Трампа. Об этом заявил мэр Лондона Саддик Хан, который разочарован результатами выборов в Америке. Он сам мусульманин и, мягко говоря, не разделяет антиисламские взгляды избранного президента. А еще Хан пригласил молодых специалистов поработать в Великобритании. Я тут слышал, что многие американцы после выборов гуглили фразу «Как эмигрировать?» Что ж, если талантливые люди из США хотят приехать в Лондон, то мой месседж простой. Наши двери открыты. Вы смотрите подробности и вот, что у нас во второй части. Лукашенко спешит на помощь. Почему Батька готов организовать проведение выборов в Ордло и помочь закрыть границу с РФ? Импортные лекарства подешевеют с Нового года. А чего ждать от медицинской реформы? Президент Беларуси готов организовать местные выборы на Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске. Александр Лукашенко также добавил, что Беларусь уже страдает от конфликта на Донбассе. Цитирую. Мы Грузию закрываем 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идут оружие и взрывчатка. Лукашенко даже готов взять под контроль границу Украины и России. Если эти две стороны договорятся и увидят роль Беларуси, мы готовы. Если вы хотите, чтобы эти 400 километров границ между Донбассом и Россией, между Украиной и Россией, на этом этапе нужно закрыть, навести порядок. Пожалуйста, мы это сделаем. В зоне АТО миссия ОБСЕ насчитала наибольшее количество обстрелов с начала года. За последние сутки один военный погиб, один ранен. Почти в 8 часов ввелся огонь по защитникам Авдеевской промзоны. Враг также проявляет активность под Мариуполем и Марьинкой. О ситуации на Дебальцевском направлении расскажет Геннадий Вивденко. Украинские бойцы сделали здесь целую сеть подземных ходов, окопов. В общем, укрепились основательно. Все делали сами, для себя, лопатами, руками, как могли. В лабиринтах укреплений легко заблудиться. Это один из подземных городков на Дебальцевском направлении. Сделано на совесть. Каждый из поворотов, слой земли и бревен сверху, и отверстия вдоль коридоров. Это спасенные жизни воинов. Своеобразный люк наверх называют кукушкой. Оттуда слышен разрыв мины. Где-то что-то взорвалось, какая-то мина, может быть. Оружие побольше и получше. Качество, мсимоноис. Дашки, утес. Что-то крупнокалиберное. Новые пулеметы, как ПКМ. Пока на линии Луганская-Троицкая, почти полная тишина, но военная оценивает ее как временную. Если просто оперативная информация, они практически стрельбушись не ведут, что у них просто нет боеприпасов. Они держат минималку, то есть, ну, на всякий случай. Так сказать, резерв их нет. Пока противник молчит, после того, как получил отпор на прошлой неделе, бойцы в тылу на стрельбах повышают квалификацию. То, что сейчас выполняется, это приведение оружия к нормальному бою уже по новой системе. То есть, мы используем НАТИСКУ систему, приводим не на 100 метров, а на 25 метров. Вот, где баллистика, конечно, работает намного лучше для наших платформ, для наших одиниц оружия. От 25 до 400 метров мы гарантированно попадем в сель. Бойцы под наблюдением инструктора отрабатывают одно из самых сложных упражнений. Гармошка, ведение огня из любого положения. Через час эти военные уже будут на передовой. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Одного из лидеров антимайдана Юрия Апухтина судят в Харькове. Прокуратура изучила все материалы и признала виновен. В чем обвиняют и какое наказание требуют, расскажет Светлана Шакера. Юрия Апухтина ведут по коридору Киевского райсуда в окружении конвоя. Руки за спиной, из-за решетки антимайдановец улыбается своим соратникам. Тюрьма не санаторий, но там тоже люди живут. Уже год и девять месяцев Апухтина находится в СИЗО. 68-летний инженер-танкостроитель, кандидат технических наук, некогда депутат облсовета. В 2014-м он стал одним из лидеров антимайдана. В Харькове координировал движение Юго-Восток. Призывал провести референдум и не подчиняться Киеву. Прокурор цитирует слова подсудимого. Кроме призывов к силовому изменению конституционного строя, Апухтина подозревают в организации массовых беспорядков и погромов. В частности, в нападении на автобус с бойцами внутренних войск, охранявшими областную администрацию. Тогда люди с георгиевскими ленточками забросали милицию камнями. Прокурор просит максимальное наказание – 8 лет лишения свободы. Мы считаем, что полностью вина оказана и показаниями свидетелей, и проведенными экспертизами в ходе достигнутого расследования. Подсудимый свою вину не признает. Ассоциально меня поразило сегодняшнее выступление прокурора одной фразой, что я получал указание от ДНР и ЛНР. Ничем никогда не доказывается, ничего этого не было. Адвокат антимайдановца называет доводы обвинения политическими и обещает на следующем заседании разбить их в пух и прах. Следующая встреча в суде назначена на 24 ноября. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. С 1 января цены на импортные лекарства снизятся. А гипертоникам, диабетикам и асматикам государство полностью компенсирует стоимость медикаментов. Для этого в проекте бюджета на 2017 год предусмотрели полмиллиарда гривен. А еще на 30% повысят зарплаты медикам. И это только малая часть того, что предусмотрена реформой здравоохранения. Планы эти озвучили сегодня премьер Владимир Гройсман, его замы и глава Минздрава Ульяна Супрун. Пригласили на межведомственный форум также представителей ВОЗ, Всемирного банка, Айсайт и Глобального фонда. Уже на следующей неделе реформу здравоохранения пообещали презентовать Совет реформ при президенте Украины. Вирус наступает, а вакцины до сих пор нет. В Украине нечем прививаться от гриппа. Это при том, что по данным Минздрава, гриппом и ОРВИ заболели 160 с половиной тысяч человек. Больше половины из них дети. Когда наконец доедут вакцины и кто из нас в зоне вирусного риска, выяснял Станислав Кухарчук. Вот, девочка, заходите. Студентку Викторию сегодня выписывают из инфекционной больницы. В палате она пролежала почти неделю. До этого еще четыре дня дома с высокой температурой. Девушку госпитализировали с подозрением на грипп. Друзья из Валякова, еще говорят, что люди начали помирать от гриппа. Они думают, что я не помню, я не помню. Но нормально. Это еще инфекция. Официальных случаев гриппа в Черкассах пока не зафиксировано. Но в прошлом году после осложнений умерли 13 человек. Поэтому к возможной эпидемии медики готовятся серьезно. Почти половину склада инфекционной больницы занимают противогриппозные препараты. Готовы всегда, круглый год. 80 упаковок, в одних упаковках носить таблеток, носить капсул. На пункт лечения. Но мы ориентировались на прошлый год. Но вот сами врачи в группе повышенного риска. Как только в больнице начнут массово поступать заболевшие, вирус будет атаковать и эскулапов. Ведь из средств личной защиты у них только марлевые повязки. В середине ноября в прошлом году мы уже вакцинировались. Вы же понимаете, любая прививка, она же стопроцентно не защищает от заболеваемости. Но зато, если ты не дай бог заболеешь, то болезнь будет протекать гораздо легче. Прививка от гриппа в Украине является рекомендованной, а не обязательной. Люди вакцинируются чаще всего по собственному желанию. Начинать это делать нужно сейчас, говорят медики. Но вакцину от гриппа до сих пор не завезли, хотя заказывали ее почти год назад. В черкасской мэрии говорят, причина в том, что Минздравку начал процесс закупки. В краинах Европейского Союза вакцины стали доступны еще с конца серпня месяца поточного року. У нас, на жаль, проходило и тривалий час экспертного обслуживания якости. Оптимальный час щепления от гриппа, это как минимум за два тижня до начала хвороби. Вакцину должны завести в Украину уже до конца этого месяца. По крайней мере, так обещают в профильном министерстве. Но времени на вакцинацию осталось всего ничего. Пик эпидемии прогнозируют на середину декабря, начало января. Станислав Пухачук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Пятерых активистов задержала полиция в результате вчерашней потасовки с правоохранителями возле концертного зала Украина в столице. Накануне там состоялся концерт Потапа и Настя, против которых и выступали митингующие. Задержанных позднее отпустили. На четверых составили админпротокол за мелкое хулиганство. Почались такие неприятные ситуации. Группа людей начала выполнять хулиганские действия. Кидали даже яйца у людей, которые пришли на этот заход до полиции про утримание телесных ушкоджений. Наследок этих событий никто не звертался. А вот в общественной организации «Сокол», которая пикетировала дворец Украины, утверждают, что от действий полиции пострадали двое активистов. Студент Егор Железняков, он сегодня отказался от комментариев. И 17-летняя Надежда Садивныча. Оба они сейчас в больнице. У девушки с трясением мозга подозрение на перелом ребра и ушибы. Она рассказывает, что снимала на камеру разговор правоохранителей и активистов. И полицейские попытались их оттеснить. Что ж у вас есть? Она не могла рухать, если все такое. После выписки из больницы девушка намерена подать заявление в полицию. В патрульной полиции Днепра скандал. Там работали ради красивой отчетности. Одного из руководителей обвиняют в том, что он ставил копам планы на смену по количеству составленных протоколов на водитель. Прямо как во времена ГАИ. Все подробности узнаем у Елены Миндалюк. Вот фото, с которых начался скандал. Скриншоты с экрана мобильного телефона одного из патрульных Днепра. На них сообщение от командира батальона нацполиции Натальи Урман. А точнее, план на ближайшие полтора часа оформить 8 протоколов по статье за вождение в нетрезном виде. Патрульный слил переписку местному активисту и рассказал, как им работается. У них регулярно на постоянной основе требуются постановления. Не только протоколы по 130 за пьянку, но и вообще просто план на постановление. Два постановления с патруля, и тогда мы только расходимся домой. Это уже третье обращение. В марте месяце Наталья Урман вообще отправила людей с ночного дежурства. Экипажи, которые прибыли сдавать ночную смену, нам объявила, что у вас недостаточно протоколов по алкогольному опьянению. Езжайте, дорабатывайте. После огласки Наталью Урман вместе с ее замом отстранили от должности. Руководство полиции отрицает, что существуют какие-либо планы или выработка для патрульных. А скандал с комбатом комментирует обтекаемо. Дескать, девушка неправильно выразилась. Должны быть конкретные результаты. А конкретные результаты это отсутствие преступления, отсутствие правонарушения. Все, точка. Вот это конкретная задача, которую должен выполнять патрульный полицейский. А командир должен уметь и понимать, как эту задачу донести до патрульного полицейского. Сама Урман скандал не комментирует. Все попытки связаться с ней оказались безуспешными. Девушка не отвечает даже в социальных сетях. Увольнять ее не намерены. Вместе с замом их понизили в должности. Теперь им самим придется выезжать на патрулирование. Будут ли им приходить сообщения с планом по выработке? Неизвестно. Активисты обещают держать руку на пульсе. Елена Миндалюк, Евгений Кодинцов, телеканал Интер. Подробности Днепр. Интернет-пользователи бурно обсуждают видео, которое уже успели окрестить кладбищем разбитых полицейских авто. Ролик выложили в сеть одесские активисты. На видео паркинг одесского управления патрульной службы. В ожидании ремонта более 30 Prius, получивших различные повреждения в ДТП. Активисты задаются вопросом, почему эти машины никто не восстанавливает, в то время как в Одесской области острая нехватка патрульных автомобилей. Как полиция будет функционировать дальше, спрашивают одесситы. В самом же областном управлении МВД резонансное видео комментировать отказались. Добастовались владельцы автомобилей с иностранной регистрацией. Вместо нескольких минут теперь будут проводить на границе по несколько часов. Такого результата после 6 дней блокады украинско-словацкой границы добились митингующие в Ужгороде. Все подробности узнаем у Марины Коваль. Это видео отснял на мобильный телефон ужгородский журналист Олег Подибрий. У него машина с иностранной регистрацией и каждые 5 дней ему нужно выезжать за пределы Украины. До сих пор машины с иностранной регистрацией доезжали до словацкого шлагбаума и возвращались в Украину. Теперь развернуться на так называемой нейтральной территории невозможно. Запрещающий знак и металлическое ограждение. Пограничники объясняют, этого требует закон. Запрет – это ответ пограничников на блокирование пункта пропуска, уверяют протестующие. Блокирование дороги продолжается шестой день и отступать собственники авто с иностранными номерами не собираются. Страдают же от этого обычные люди. Вот больной, нет ног. Со вторника он не может пересечь границу, а ему нужно в больницу. Я приехал сюда за родственником. Если у вас есть сердце, то пропустите. В пятницу, по словам протестующих, они собираются в столицу на встречу с премьером. Хотят озвучить ему свои требования. Снизить стоимость растаможки автомобилей или разрешить машинам с иностранной регистрацией находиться в Украине не меньше года. В то же время эксперты уверены, если пойти на такие уступки, Украина может превратиться в свалку автохлама из ЕС. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Процесс начался. В Ривне судят бывшего заведующего хирургии областной детской больницы. Год назад, во время дежурства Константина Думановского, умер пятилетний мальчик. За ходом заседания следила Инна Белецкая. На суде они встретились впервые за год после смерти пятилетнего Коли, которого положили в отделение хирургии с подозрением на острый аппендицит. Родители мальчика видели лечащего врача один раз в больнице, когда комиссия выясняла обстоятельства случившегося. Тогда он не чувствовал себя виновным. Не чувствует и сейчас. Все лечение, которое назначили тогда ребенку, это уксусные обтирания, аналогин с димедролом и укол ножпы. Мальчику запретили пить, и он умер, прося воды. Уже после смерти Коли поставили диагноз болезнь Крона, хотя никаких симптомов этого заболевания не было. И вот первое судебное заседание. У врача государственный адвокат. Адвокат просит суд вернуть дело в прокуратуру, мол, следователи не объяснили, что должен был делать врач. В прокуратуре отвечают и сложили все четко. В свою очередь, защитник родных умершего мальчика требует возмещения морального ущерба в размере полутора миллионов гривен отцу, маме и бабушке. Первое подготовительное заседание длится недолго. Судья зачитывает постановление. Подозреваемый Константин Думановский от комментариев отказывается. Я же вам скажу, я ничего комментировать сейчас не буду. Выбачьте, пожалуйста, мне немножко не надо. Напомню, Думановский из семьи врачей. За в отделении его назначил отец, который был главврачом детской областной больницы, а мать замначальника управления здравоохранения. Свою вину хирург не признает. Более того, пытается через суд восстановиться на работе. Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Ривна. 19 человек арестовали в Косово по подозрению в терроризме. Все они якобы тесно сотрудничали с исламским государством и планировали теракты на Балканском полуострове. В том числе и во время матча между футбольными сборными Израиля и Алмании. Все инструкции подозреваемые получали от координаторов из Сирии. В ходе обыска у задержанных нашли огнестрельное оружие, взрывчатку, дроны и религиозную литературу. Молодой до ранней определился. Эммануэль Макрон, бывший министр экономики Франции, все же идет в президенты. Правда, не от правых и не от левых. Он выбрал либеральную нишу, которая во Франции пока не занята. А тем временем у республиканцев напряженная внутри партийная борьба. Сегодня вечером последние дебаты перед Праймерис и уже понятно, о чем будут спрашивать Николай Саркази. Все детали расскажет София Гордиенко. Открывался чемодан вот так, размера вот такого. И внутри только деньги. У Зиада Токедина, бизнесмена ливанского происхождения, сомнительная слава. Состояние сколотил на торговле французским оружием в Африке. В 2006-м свояке доверенное лицо Муамара Каддафи попросил Токедина привезти из Трипполи в Париж черный кожаный чемодан. Место доставки МВД Франции. Возглавляемая тогда Николай Саркази. Там ничего не было, кроме денег. Пачки купюр по 500 евро и по 200. На таможне меня никто не остановил. В МВД Франция просто представился и меня пропустили. Чемодан оставил у заместителя Клода Геана. За несколько месяцев он привез три таких чемодана. Последний отдал лично Саркази. По версии обвинения, деньги пошли на предвыборную кампанию. По этому делу суд заслушал десятки свидетелей, но пока не определился с вердиктом. Почему всплыли именно сейчас эти детали? Журналист, взявший интервью у Токедина, уверяет, все произошло случайно. Не было никакого политического предлога для этого интервью вообще. То, что Токедин был перевозчиком, известно уже несколько лет. Я пришел к нему, чтобы расспросить об этом деле, а он взял и рассказал, как все было. У Николя Саркази есть привычка. Плохие новости он не комментирует. И вот уже несколько дней, как залег на дно. Но сегодня вечером ему придется держать ответ. Последние дебаты правых состоятся в прямом эфире. По опросам лидирует Алан Жупе. Политик со стажем и без ярких коррупционных хвостов. Удастся ли ему победить Саркази, покажут праймарис. Первый тур уже в это воскресенье. София Гордиенко, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Педофилы по ошибке. В Британии оправдали бывших депутатов и министров, подозреваемых в насилии над детьми. Почему следователи больше поверили анонимной жертве, чем чиновникам с безукоризненной репутацией? И чем это обернулось, расскажет наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко. Мы ошиблись и зря заподозрили высокопоставленных чиновников в убийствах, изнасилованиях и пытках детей. Скотланд-Ярд признал, что слишком затянул расследование, в котором не нашлось доказательств ужасных преступлений. Расследование длилось два года и стоило британской казне 2,5 миллиона фунтов стерлингов. При этом ярлык педофила навесили на бывшего главу вооруженных сил лорда Брамола и бывшего министра внутренних дел лорда Британа. Он скончался, не дождавшись оправдания. И экс-депутата Харви Проктора. Все они категорически отрицали обвинения. Полиция позволила оклеветать меня, как педофила и дето-убийцу, основываясь на лжи и домыслах всяких подонков. Это худшее, что можно сказать о человеке. Я думал, что меня уже списали со счетов. Следователей подвел вот этот свидетель. Парень под псевдонимом Ник. Он охотно рассказывал полицейским и журналистам, как в 70-х и 80-х годах его приглашали на закрытые вечеринки для услады богатых и знаменитых. Эмоции казались неподдельными. Нас не проводили тихо и незаметно через задние двери. Это все открыто делалось. Они не боялись, что их поймают. Теперь сама жертва под следствием. И встал вопрос, как доверять остальным. Многим и так сложно придавать огласки страшные события прошлых лет. Независимая комиссия проведет внутреннее расследование. Но лодку расшатали во все стороны. Одни следователи не обращают внимания на жалобы. Остальные не очень объективны по отношению к подозреваемым. В любом случае, историческое следствие по поводу насилия над детьми целый клубок сложных и запутанных дел. Одних возили в апартаменты для депутатов на Dolphin Square. Других на военные базы. Известны случаи, когда шоферы на роскошных авто доставляли несовершеннолетних в отеле. Но пока, говорят только пострадавшие, свидетели не спешат подтверждать преступления в 40-летней давности. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Какой трюк удивил и шокировал футболиста Дэвида Бэкхима и всю его семью? Об этом и не только в нашем обзоре. Чайпитие, которое вошло в Книгу рекордов Гиннеса, британец Саймон Берри в банджи-прыжке опустил печенье в чашку точным движением. Правда, лучшим в мире стал не заметкость, а бесстрашие. В Книгу рекордов попал запрыжок с максимальной 75-метровой высоты. Магия для звезд. Американскому иллюзионисту удалось удивить, напугать и шокировать искушенных селебрити с необычными трюками. Фокусник заинтриговал актеров Джонни Деппа и Джона Траволту, а также футболиста Дэвида Бэкхима с семьей. Его коронный номер вызвал полное отвращение у звезд. Сначала иллюзионист заставил всех убедиться, что во рту у него ничего нет, и зашил его. А потом из него начали вылезать живые лягушки. Звезды признались, что таких противоречивых эмоций давно не испытывали. Велосипедный шлем из бумаги. За такое необычное изобретение американка Айсис Шифер получила престижную премию Дайсона размером 30 тысяч фунтов. Приз ежегодно присуждают молодым инженерам и дизайнерам. Эко-шлем изготовлен из бумаги и картона, но успешно прошел все испытания на прочность. В лаборатории доказали, что его структура обеспечивает достаточную защиту. К тому же он складывается в карман. Но от дождя сможет защитить только в течение 3-4 часов. Дальше размокает. Неразлучная пара. В Китае заблудшая обезьянка прибилась к стаду коз. Тут же выбрала приемную маму и ни на секунду с ней не расстается вот уже 5 дней. Об этой трогательной истории стало известно местным службам по защите диких животных. Те собираются отлучить обезьянку от стада. Забрать в зоопарк, подлечить и отправить в естественную среду обитания. Пирамида Матрешка. Внутри одной из самых известных пирамид цивилизации Майя Кукулькан обнаружили уже вторую скрытую пирамиду. То есть вся эта структура похожа на тройную матрешку. Кукулькан считали одним из самых изученных архитектурных сооружений в Мексике. Теперь же историки не исключают, что внутри могут обнаружиться еще пирамиды. Возраст новой находки около полутора тысяч лет. Ну что ж, завтра пятница и в этой студии будет работать Алексей Лихман. Он расскажет вам о последних новостях и поспорит со своими гостями в студии ток-шоу «Черное зеркало». Хороших вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин